Малогабаритные квартиры в крупных городах растут в цене. Насколько подорожает жилье на вторичке? В крупнейших городах Украины по итогам года рост стоимости малогабаритных квартир в городах-миллионниках может достичь 17-20%, до конца текущего года – до 7%. Аренда вырастет в пределах 10-15%. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на информацию Ассоциации специалистов по недвижимости риелторов Украины. Преимущественно это касается наиболее востребованной категории жилья малогабаритных квартир площадью до 50 КВМ в типовых домах советской застройки, расположенных в удачных локациях. Однако в других областных центрах рост цен на похожие квартиры вряд ли превысит 15%. Миграционные процессы существенно влияют на рост спроса на малогабаритное жилье в городах-миллионниках. Граждане меняют место жительства, преимущественно из-за больших возможностей найти достойную работу и лучший уровень жизни. Соответственно, квартиры в небольших городах теряют свою популярность, сказал глава Ассу Юрий Пита. Среди главных причин роста стоимости жилья на вторичном рынке эксперт назвал инфляционные процессы, неуверенность экономической политики страны, что сказывается на уровне благосостояния граждан, а также ограниченное действие государственных ипотечных программ. По данным Ассу, льготная ипотека под 7% лишь на 1-2% увеличила число потенциальных покупателей жилья. Именно поэтому, как и на первичном рынке, в ближайшие месяцы будут сформированы максимальные цены, которые будут отвечать реальному и весьма ограниченному в финансовом плане спросу. В сегменте аренды жилья, если не возникнет новых форс-мажорных обстоятельств или локдауна, цены почти полностью вернутся к пандемическому уровню. Таким образом, как сказал президент Асну, стоимость аренды по итогам 2021 года вырастет на 25-30%. Осенью возобновляется активная деловая жизнь, студенты возвращаются к учебе, что и влияет на стоимость аренды. Осенью аренда. Квартир преимущественно 1-2 комнатных в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове может вырасти в пределах 10-15%, в других областных центрах до 7-10%. При этом обещанный рост коммунальных расходов на 40-70%, что ляжет на плечи арендаторов, будет сдерживать рост цен, несмотря на возможный рост спроса. До конца отопительного сезона стоимость аренды будет ориентирована на совокупные расходы нанимателей жилья, подытожил Юрий Пита. Ранее РБК Украина сообщала, что после первого локдауна цены на аренду жилья в столице снизились на 6-9%.